Глава шестая. Синицкий надевает скафандр. На каменистом островке недалеко от берега одиноко стоял приземистый белый домик. Он был похож на глыбу льда, почему-то не тающую в горячих лучах южного солнца. Домик этот служил подсобным помещением при испытаниях разной аппаратуры. Из двери вышел Нури в рабочем комбинезоне. Прищурившись от солнца, он посмотрел на причал у здания института, который отсюда хорошо был виден. От причала отошла лодка. В ней сидели двое. Сейда, а кто же еще? Спрашивал себя Нури, пытаясь рассмотреть человека на носу лодки. Хм, ничего не понимаю. Пробормотал он. Опять этот парень в шляпе. Ну, если и здесь он будет усмехаться, то... Собственно говоря, Нури сам не знал, что должно было следовать за столь грозным предупреждением. Однако он был уверен, что в этом месте гость не решится вести себя развязно. Здесь, как-никак, испытательная лаборатория. Надо скорее приготовить водолазные костюмы, а то достанется отца еды. И Нури побежал к домику. Лодка уже подходила к островку. Синицкий, придерживая шляпу, первым выскочил на берег и предупредительно подал руку Сейде. Она невольно улыбнулась, как это у него ловко получается. Значит, в глубине этого островка можно найти нефтяносные пласты? Спросил студент недоверчиво, глядя себе под ноги. Неужели мы их заметим на экране аппарата? Конечно. Здесь мы не впервые занимаемся проверкой разных конструкций. Каждый метр исхожен. Все знакомо. Пески под нами бедные. Нефти в них мало, а то давно бы поставили буровую. Кстати, дорогой друг, вы занимаетесь изобретательством? Возитесь с новыми ультразвуковыми приборами для нефтеразведки? А что вы вообще о ней учили? Смотря на студента сверху вниз, спросила Сейда. Ну, не только учил. С заметной обидой, сказал Синицкий. Но и работал чуть ли не со всеми приборами у нас в лаборатории. Ну, скажем, магнитными, радиометрическими, электрическими. Сейсмометрическими, газовыми, люминесцентными и так далее, смея сперебила его Сейда. Сидя на песке, она отвинчивала крышку прибора. А вы никогда не задумывались, почему существует так много способов нефтеразведки? Почему ученые, да и вы сами помогаете им, изобретают все новые и новые аппараты? Знаете ли вы, что такое миллион? Для математиков это число не так уж велико. А вот мне, откровенно признаться, число это не дает покоя. Оно мне кажется огромным, и я с ним не могу помириться. Примерно миллион рублей стоит только одна скважина разведочного бурения на море. Сейда с непривычки не могла завернуть винты на крышке. Синицкий осторожно взял у нее отвертку. Надо понять значение этой суммы, продолжала она горячо и убежденно. Представляете себе, Синицкий, после предварительной разведки небольшой коллектив несколько месяцев бурит. Трубы опускаются все глубже и глубже. Появляются признаки нефти. Люди борются со штормами, авариями. Бурение подходит к концу. Уже пройдено 4000 метров, а результатов пока еще нет. Поставлены на карту миллион рублей, напряженный труд всей бригады и многое другое, что ценится у нас дороже денег. Геолог говорит, что возможно завтра закончится многомесячное бурение. Завтра решающий день. Но проходит и этот день, и другой, а нефти нет. Скважина остается сухой. Надо бурить в новом месте. Снова может быть потерян миллион. Саида помолчала, затем добавила. Должна сознаться, что с точки зрения мировой экономики наши дела не так-то плохи. Большинство скважин дают нефть или газ, чего нет во многих странах. Но все же, сами понимаете, с таким положением нельзя мириться. Мы не хищники, а хозяева, рачительные и строгие. Нам нужна совершенная разведка. Студент слушал Саиду с напряженным вниманием. Ему казалось, что во всех этих неудачах, о которых она говорила, виноват и он сам. Мало усовершенствовать схему прибора. Это просто мелочь. Надо все свое время, всего себя, посвятить созданию новых аппаратов, новых приборов для нефтеразведки. Ему нужно практически поработать с ними. А тогда он что-нибудь и придумает. Или, во всяком случае, попытается это сделать. Вот так-то. Саида вздохнула. Я уже несколько лет работаю с аппаратами для нефтеразведки, но, как и вы, увлекаюсь многими делами, например, автоматикой. Сколько в жизни интересных занятий. Она сжала руки так, что хрустнули пальцы. Но не советую разбрасываться. Я для вас не пример, и позабудьте об этом. Поставьте себе задачу и сделать аппарат для нефтеразведки, который бы никогда не ошибался. Все, что до этого знал Синицкий о разведке нефти, приобрело для него новое, неожиданное значение. Он вспомнил о незаметных тружниках. Они стараются сберечь государству, эти миллионы. Чего только не делают разведчики нефти. Они устраивают маленькие землетрясения, взрывая заряды на определенных расстояниях от сейсмографов и следят за кривыми на барабанах приборов. По кривым узнают, где скрыт нефтяной пласт. Они определяют электропроводность почвы, изучают состав газов, выходящих из-под земли, исследуют грунт в ультрафиолетовых лучах, ищут магнитными и радиотехническими приборами место возможного залегания нефтеносного пласта, составляют подробные геологические карты, схемы. И все-таки, несмотря на все эти огромные труды, при бурении остается риск больших потерь. «Особенно на морских буровых, где не все эти методы пригодны. Может быть, наши аппараты будут более совершенны?» Как бы отвечая на мысли Синицкого, сказала Саида. И с любовью посмотрела на белые коробки с блестящими ручками. Впрочем, они впервые испытываются в данных условиях. Здесь тоже риск, как и при любых испытаниях. «Вопрос можно?» Опять как школьник спросил Синицкий. «Вы как-то упомянули фамилию Васильева?» «Его работы. Такой же риск?» Саида из-под лобья взглянула на Синицкого. «Да, это необыкновенный опыт. Если хотите большой риск, — сказала она сухо и тут же перевела разговор на другую тему. «У меня все-таки есть надежда, что наши аппараты будут работать более уверенно, чем другие. Кстати, вы обещали показать новую уже измененную инструкцию к аппарату. Пожалуйста!» Саида вытащила из кармана своего белого комбинезона тонкую тетрадь. «Займитесь, пока мы будем готовиться к испытаниям». «Салам, Саида!» Еще издалек крикнул Нори. Он нес водолазную одежду. За ним от самого домика, на белом, как снег песке, тянулся след, будто от санных полозьев. Нори тащил на веревке тяжелые башмаки с щегунными подошвами. «Смотрите, Саида!» Синицкий развернул перед ней инструкцию. «Вот в этом месте надо уточнить. Здесь сказано буквально следующее. В аппарате, несмотря на его малые размеры, сосредоточена весьма значительная мощность ультразвука. Эти неслышимые колебания отражаются и поглощаются в Земле различными слоями породы». Он читал размеренно и внушительно. «Характер этого поглощения мы обнаруживаем на экране в виде системы пересекающихся линий. Когда пучок ультразвука проходит сквозь нефтяносный пласт, положение линий резко изменяется. Потом, потом», — запротестовала Саида. «Мы с Нори сейчас соберемся и опустимся в воду, а вы пока походите с аппаратом по острову». Она передала студенту один из аппаратов кубической формы с закругленными ребрами. Он надел его, как фотоаппарат, зеркалку. Длинный хобот необыкновенного объектива опускался вниз почти до самой Земли. Как требовалось по инструкции, студент включил питание, затем повернул ручку яркости и фокусировки. На экране замелькали светящиеся линии. Синецкий прошел несколько шагов по песку. Все как будто бы в порядке. Линии показывали следы нефтяносных месторождений. Когда он об этом сказал Саиде, она радостно улыбнулась и наклонилась над экраном. «Так и должно быть. Чувствуется значительное усиление», удовлетворенно заметила она, откидывая назад непослушные волосы. «При первых испытаниях до вашей переделки верхняя кривая не доходила даже до пятого деления, а сейчас к двадцати подбирается». Саида протянула руку студенту. «Примите предварительное поздравление». «Откровенно говоря, я не особенно-то была уверена в вашем предложении, но у вас оказались задатки настоящего инженера». Робко пожимая ей руку, Синецкий покраснел. «Будем одеваться, Нуи?» крикнула Саида. «А как же я?» растерянно спросил Синецкий. «Да мы ненадолго». «Подождите нас», — добродушно ответила Саида, покручивая ручку усиления сбоку аппарата. «Саида, милая», — умоляющим тоном обратился к ней Синецкий. «Разрешите спуститься вместе с вами, а? Хоть на минутку, где помельче». «Вы ребенок, Синецкий, честное слово», — Саида подняла голову от аппарата и рассмеялась. «Удивительное нетерпение. Так сразу и под воду». «А не побоитесь?» «Да что вы!» — искренне обрадовался студент. «Вот вы женщина и то, а я все-таки смутился Синецкий и замолчал». «Ну хорошо, хорошо. Убедили. Все равно вам придется испытывать аппарат под водой. Может быть, с вашими переделками он там будет хуже работать? Как вы думаете?» «В этом я сам хочу убедиться. Законное требование. «Попробуем опустить вас на минутку только, как вы себя там будете чувствовать?» С сомнением сказал Саида и тут же повернулась к Нури. «Принеси еще один костюм». Нури не мог скрыть своего недовольства. Он был твердо убежден, что москвича совсем незачем опускать под воду. Пусть, если он хочет, на земле крутит ручки у аппарата. Хоть он и изобретатель, а серьезности никакой. «Будешь одеваться, да?» Тоном предупреждения спросил Нури у Синицкого, когда притащил третий костюм. Он надеялся, что этот с виду храбрый парень откажется. Синицкий подозрительно посмотрел на тяжелые башмаки и нервно поправил воротничок. «Да, с такими не выплывешь». Подумал он, и быстро, чтобы этот тердитый водолаз не заметил его нерешительности, сказал сделанной беспечностью. «Еще бы! Разве можно отказаться от такого удовольствия?» «Вы знаете, он демонстративно обратился только к Саиде. Мне приходилось и летать, и плавать, даже как-то однажды опускаться в шахту, но я никогда не бывал под водой». «Ничего интересного». Равнодушно заметила она. «Так же, как и здесь, но немного потемнее, и резиной пахнет от костюма». Началось облачение. На Синицкого надели специальный костюм, затем пудовые башмаки, приспособили баллон с кислородом и сжатым воздухом, наконец примерили водолазный шлем, похожий на большой горшок. С сожалению, Синицкий посмотрел на свою светлую шляпу, лежащую на песке. Мелькнула странная мысль, удастся ли ее снова когда-нибудь надеть. Он досадливо поморщился, нагнулся, и незаметно от Нури запихнул шляпу под костюм, так-то надежнее. «Дергай веревку, если страшно», — хмуро подсказал Нури. Синицкий смирил его удивленным взглядом и пожал плечами, показывая свое полное пренебрежение к столь необоснованному выпаду. «Да, конечно, только так он мог это расценивать. Почему ему должно быть страшно?» «Ветер может помешать, да», — сказал Нури, всматриваясь в темнеющий горизонт. Он хотел, чтобы Саида отменила сегодняшние опыты. Погода не для новичков. «Мы недолго. Успеем», — решила Саида и торопливо надела костюм. «Саида, вопрос можно?» «Вы хорошо знаете английский?» Вдруг спросил Синицкий. «Ну, читаю и перевожу техническую литературу. А разговор?» «Плохо. Но зачем это вам?» «Да так просто». Беспечно заметил Синицкий и подумал, о чем же тогда они говорили. Все трое забрались в лодку. Затрещал мотор. Мне за эту экскурсию, Александр Петрович, голову оторвет. Недовольно бормотал Нури, завинчивая шлем у Синицкого. Не успел приехать, а уже хочет гулять под водой. Недалеко от берега лодка остановилась. Свесившись за борт, Синицкий с любопытством смотрел на каменистое дно. На этой глубине оно было хорошо видно. «Не беспокойся, Нури», — сказала Саида. «Здесь мелко. Пусть побарахтается минут десять. Он же должен знать, что получилось в аппарате после его переделок. Если не струсит, то сможет быстро это проверить». Синицкий подвинулся к Саиде, стараясь сквозь металлический шлем услышать разговор. «Я не вам», — рассмеялась Саида. Держась за борт лодки, студент с помощью Саиды и Нури опустил тяжелые башмаки в воду. Они его сразу потащили вниз. Страшно, но хорошо, что есть спасительная веревка. На горизонте потемнело. Подул резкий ветер. Побежали белые барашки. Лодка закачалась на волнах. «Саида, поплывем лучше к берегу», — встревожился Нури. «Ветер начинается». Этого не слышал Синицкий. Он крепко держался за борт и с любопытством смотрел вдаль на закипающую воду. Вдруг совсем неподалеку из глубины вынырнул белый шар. Синицкий резко повернулся и протянул обе руки вперед, указывая на блуждающую мину. «Вот он! Вот он! Я же говорил!» Высокая волна подбросила лодку. Нури потерял равновесие и выпустил веревку. Она бесшумно скользнула по борту. Нури бросился к ней, но было поздно. Над лодкой метнулся ее конец и скрылся в волнах. «Скорее шлемы!» — крикнула Саида. Лодку подкинула еще выше. На какое-то мгновение винт повис над водой. Мотор угрожающе зарычал. Синицкий медленно опускался на дно. Наконец, его ноги мягко коснулись каменистого грунта. Будто сквозь крышу из зеленоватого стекла просвечивали солнечные лучи. Длинная тонкая змея плавно опускалась вниз, свертываясь в кольца. Это падала веревка. Дергай веревку, если страшно! Невольно вспомнил он слова Нури. Только сейчас почувствовал синицкий настоящий страх, от которого холодеет кожа и останавливается дыхание. Что делать? Куда идти? Тщетно спрашивал он у самого себя и не находил ответа. Можно заблудиться. До берега. Не очень-то близко. Вспомнилось, что у Нури был компас. Он даже рассматривал его. Герметический, большой. Но у меня нет никакого компаса. Что же теперь будет? С минуту синицкий стоял в нерешительности. Прямо над головой мелькало какое-то пляшущее темное пятно. Наверное, лодка, подумал он и вдруг сразу успокоился. Сейчас спустится Нури или Саида. Пожалуй, даже обидно, что так скоро кончатся мои испытания под водой. Он ощупал ручки аппарата. Конечно, после такой неосторожности вряд ли начальство, да и сама Саида разрешит мне опуститься снова. Он повернул выключатель и сквозь прозрачную воду увидел на экране слегка расплывшиеся светящиеся линии. Прибор работал как будто бы нормально. Но он совсем не указывал, что здесь есть нефтеносные пески. Неужели даже повышенная чувствительность переделанного синицким усилителя не могла помочь обнаружить хотя бы следы нефти? Нет, с этим не мог согласиться изобретатель. Нефть здесь должна быть. А если пройти немного в сторону, преодолевая тайны и страх перед неизвестным, мысленно спросил он себя. Пусть недалеко, всего лишь на пять метров, а потом опять сюда вернуться. Как, Николай Тимофеевич, способен ты на это? А почему бы и нет? Уже со злостью ответил себе синицкий. Не, видаль какая. Успею закончить испытание. Пока они там наденут скафандры, пока спустятся. Лодка, конечно, останется на месте. Это один ориентир. А кроме того, можно еще что-нибудь запомнить. Ну, скажем, вот эту груду камней. Надо все-таки поторопиться, а то сейчас меня на свет Божий за шиворот вытащат, как шкодливого котенка. Синицкий посмотрел по сторонам и вдруг почувствовал какое-то странное недовольство. Он так стремился к этим испытаниям, ждал необычайного, еще бы. Не каждому суждено бродить по морскому дну. Однако здесь не было ничего интересного. Зеленый туман, обыкновенные камни, которые вначале казались таинственными скалами, Саида права, темно и пахнет резиной. С усмешкой вспомнил Синицкий о своих наивных мечтаниях. Он подумал, что будет рассказывать московским друзьям о невиданных чудесах подводного царства. Будто идет он по песчаному дну, солнечные блики мечутся под ногами, как густой зеленый кустарник колышутся морские водоросли, стаи испуганных разноцветных рыб, словно птицы взлетают вверх. Нет, ничего похожего. Синицкий даже разозлился. Откуда, к черту, рыбы? Тут нет ни одной малявки. Он был попросту обескуражен. Но довольно мечтать о романтике. Не за этим спустился на морское дно изобретатель Синицкий. Что же случилось с аппаратом? Линии замерли на экране, не шелохнуться. Единственная надежда просто на глаз, как это раньше делали геологи, найти выходы нефтеносного песчаника и пузырьки газов, которые часто выдают месторождение нефти. Тогда нужно сразу узнать, работает ли в этих условиях аппарат или нет. А вообще было бы здорово найти здесь приличный нефтеносный пласт, подумал он. Все, конечно, стали бы спрашивать, кто это нашел. Наверное, очень опытный геолог, да нет, скажут им. Студент Синицкий, талантливый такой парень. А что, если пройти еще немного? Может, все-таки найдутся следы нефтеносных песков? Дно постепенно опускалось вниз. Там, впереди, было еще темнее. Стали попадаться водоросли. Они казались черными, совсем не такими веселыми и вовсе не похожими на свежий весенний кустарник, какими хотел их видеть Синицкий. Но и эти чахлые растения на голом каменистом дне все-таки радовали глаз. Склонившись низко-низко над самым экраном, Синицкий разбирал цифры. Надо их делать крупнее, затем приспособить дополнительное освещение, решил он, и тут же представил себе, как это все будет выглядеть. Неужели здесь так темно? Он поднял голову. Нет, это невероятно. Огромный шар медленно плыл в зеленой воде. Подгоняемый морским течением, он постепенно удалялся, превращаясь в мутное расплывчатое пятно. Как летучий голландец, невольно подумал Синицкий, провожая взглядом уплывающий шар. Неужели это опять тут же? Странно. Почему я все время с ним встречаюсь? А может быть их много? Целое минное поле? Пройдя вслед за шаром несколько шагов, Синицкий остановился перевести дыхание. Блестящие пузырьки выдыхаемого им воздуха взвелись вверх, похожие на маленькие стеклянные ампулы. На экране аппарата светящаяся линия подошла к пятому делению. Примерно такие же показания были получены Синицким и на острове. Конечно, опытному геологу не повезло, важные месторождения нефти по-прежнему скрывались в глубинах недр, но они еще ждали своего хозяина. Синицкий был вполне удовлетворен. Аппарат работал и, самое главное, уже были ясны пути его усовершенствования. Он возвратился, как ему казалось, на старое место. Позабыв об осторожности, Синицкий рванулся в сторону, в другую. Надо пройти к берегу. В отчаянии работала мысль. Но где он, берег? Где же берег? Где Нурей? Почему он не спускается? Почему меня никто не ищет? Что же теперь делать? Невольно он закричал, но сам испугался своего голоса, глухого, задушенного. Кто же здесь услышит? Не знал Синицкий, сколько прошло времени. Казалось, что уже наступила ночь, он ушел, нет, не шел, а бежал, словно под гору, спотыкался, падал, стало тяжело дышать, не хватает воздуха. Мелькнула страшная мысль. Вдруг Синицкий остановился. Неужели это берег? Огромная скала выступала в зеленом полумраке. Может быть, удастся взобраться? Собрав последние силы, Синицкий ринулся к ней. Вершина скалы гладкая. Ее отчетливо видно, так как она не выходит из воды. Надежда на спасение исчезла. Он уже не мог дышать, подгибались ноги, темнело в глазах. Вдруг скала сдвинулась и пошла прямо на него. Не может быть, подумал он, галлюцинация. Но скала приближалась, наступала. Еще миг, и она раздавит его. Все заволокло туманом. Неужели так приходит смерть? Глава седьмая. Будет шторм. Последние два дня Гасанов не был на берегу. Он не мог покинуть свою новую вышку. Неподалеку от нее покачивался искусственный островок с кранами. Его сооружали для монтажа стометрового основания системы инженера Гасанова. Но работы были прекращены в связи с испытаниями установки Васильева. Для наблюдения за механизмами и автоматикой к Гасанову должны приехать молодые операторы. Их привезет Григорян. Надо им все объяснить, думал Гасанов. Проверить, как они смогут справиться с непривычной для них работой. Тогда он с тоской взглянул на видневшуюся вдали тонкую полоску берега. Тогда и мне самому как приказано надо приниматься за новую работу. Снова за чертежи. Вспомнил Гасанов свои первые проекты, когда он вычерчивал на плотном листе общий вид подводной башни. Тогда видел он не белое поле бумаги, а синее родное море и глубоко уходящую в полупрозрачную воду решетчатую конструкцию. Солнечный день никогда не сходил с его чертежа. А теперь снежным полем покажется ему чертежный лист. Но почему? Как он не может преодолеть этого равнодушия, даже неприязни к чужой неизвестной ему работе? Вспоминая свой последний разговор с парторгом, Гасанов чувствовал его правоту. Первый этап работы закончен. Нефть идет. Институт должен искать новые решения. Не все ли равно с принципиальной точки зрения, какое будет дальше строиться подводное основание? В 50 метров или в 100? Надо искать новые пути. Но почему правильный путь может найти только Васильев? А последний проект с плавучим островом? Разве это не смелое решение? И почему не может заняться этим делом далеко не такой уж бесталанный инженер Гасанов? Ну, а этот ленинградец? Кто он такой? Достойны ли его работы того, чтобы буквально все подчинить им? Отдать всех мастеров и в придачу самого Гасанова? Долго смотрел он на темнеющую воду. Кто же он, Васильев? Какую власть он имеет над людьми? Все директор, Рустамов и что больнее всего Саида, только и говорят, что о приезжем конструкторе. Надо обязательно встретиться с Васильевым. Что можно узнать из краткого описания проекта? Надо посмотреть готовую установку. Правда, вчера Саида рассказывала о Васильевских опытах, но можно ли верить ее оценке? Как бы хотел Гасанов, чтобы Саида была с ним рядом, а не в Васильевской лаборатории? Возможно, она сумела бы как-то убедить его Гасанова в необходимости отложить все работы и немедленно идти туда, к ним, на помощь к Васильеву. Но Саида не выходит из лаборатории. Она позабыла о том, что существует на свете Ибрагим, которому очень и очень больно. Он почти не видел ее с тех пор, как прилетела из Москвы. Конечно, Ибрагим понимает, что сейчас для нее самое горячее время. И никогда он не допустит даже мысли, что Саида лжет, что ее сердцу близки не аппараты в лаборатории Васильева, а он сам. Они сидят рядом каждый день, каждый час. У них общие радости и печали, одна мечта и одна судьба. А ему, Гасанову, суждено лишь завидовать. Если бы знала Саида, как тяжело считать шаги в пустой квартире. Сегодня она тоже не приедет. Опять ночные испытания. Поднимался ветер. Он нес над водой серый туман. Будет шторм, подумал Гасанов. Первое настоящее испытание его подводного основания. Почему не едет Мариам? Как у нее там с проверкой чертежей нового проекта? Пересчитала ли она прочность стометровой фермы при максимальной штормовой нагрузке? Выдержат ли сравнительно тонкие трубы? Ни на минуту Гасанова не покидала мысль о его новом проекте. Может быть, так же думал о своей башне инженер Шухов. Вспомнил он о замечательном русском изобретателе. И у него, возможно, были сомнения, когда на 150-метровую высоту железной башни поднималось последнее звено. Гасанов прошелся по мостику, с тревогой посмотрел на трубы, удерживающие настил, под которым играли небольшие ленивые волны. На мгновение он себе их представил неожиданно выросшими, седыми, лохматыми космами. Сквозь шум волн прорвались голоса и рокот моторки. К причалу подошла лодка. Ну вот, наконец-то, Мариам. И Гасанов поспешил навстречу. Его ждало разочарование. Это была не Мариам, а Григорян, приехавший совсем не с теми операторами, о которых думал Гасанов. В лодке стояли три молодых парня. Это были сотрудники плавучей лаборатории. Смышленые ребята в течение нескольких дней обучались нехитрой премудрости дежурить возле знакомых им приборов, установленных на опытном морском основании. От них требовалось немногое. Подробно вести технические дневники, да при необходимости отремонтировать какой-нибудь из многочисленных реле или электронный переключатель. Саида все-таки убедила директора и Рустамова, что автоматика, которой они занимались в институте, не требует дежурных высокой квалификации. Пусть на этом деле совершенствуется молодежь. Лодка никак не могла пристать к островку. Она металась около него, подпрыгивая на волнах. Гасанов подбежал к штурвалу воздушного волногасителя и повернул его. Заклокотали, вырываясь из-под воды пузыри, и около настила сразу образовалась тихая гавань. Волны не могли перейти рубеж, ограниченный воздушным молом. Ребята один за другим выпрыгнули на дощатый настил. «Так где же твои специалисты, Григорян?» спросил не без иронии Гасанов. «Ты, кажется, должен был их привезти?» «Они со мной, Ибрагим Аббасович», с заметной обидой ответил Григорян. «Замечательные ребята, учились на наших курсах, на практике в табунчах работали. Теперь здесь со мной пока останутся, учить буду». «Да?» добавил он с особой интонацией, распространенной в Баку. «Научишь», хмуро заметил Гасанов. «Старики у нас говорят, нынешний воробей прошлогоднего чирика тючит». Он вдруг почувствовал, что зря обижает ребят, но уже не мог сдержаться. Видно, и эти не учиться, а учить пришли». «Зачем так говоришь?» удивился Григорян. «Это не такие ребята. Спроси у Мариам». Он взмахнул руками, как мельничными крыльями. Гасанов зашагал к вышке, затем снова вернулся к ребятам, хотелось загладить вину перед ними. «Ну, смотри, Григорян, тебе с этими специалистами работать». «Головой отвечаю, Ибрагим Аббасович». Критически с пристрастием осматривал ребят инженер Гасанов. Они выстроились перед ним одетые в серые ладные комбинезоны с блестящими застежками. Стиснув зубы, молча стояли они и, не моргая, смотрели на строгого инженера. «Я же просил привезти настоящих, знающих свое дело техников», думал он, расхаживая взады вперед, «А мне навязывают детский сад». Неужели Саида, а с ней и директор позабыли, что на этом опытном основании сосредоточена разная сложная техника, насосы, моторы, компрессоры, всякие электронные приборы? В них кое-что понимать надо. А тут он взглянул на рыжеволосого парня. У него еще не пропали детские веснушки. «Ну, хорошо, попробуем». Инженер вздохнул и устало проговорил. «Если уж вас прислали сюда, то прошу понять, что вы здесь не просто рабочие, а сотрудники научно-исследовательского института. Точность и аккуратность во всем. Будете вместе с мастером следить за приборами, а это не так просто. Вам еще надо многое знать и многому учиться». «Постараемся, товарищ Касанов. Смотря на носки своих ботинок, проговорил самый старший из ребят. Нам говорила товарищ Керимова, быстро поправился он, что вы скоро построите вышку на самом глубоком месте». Гасанов нехотя ответил. «Очень скоро. Очень. Думаю, что строить будем вместе, когда вы станете инженером. Вот и постарайтесь поскорее». Не оборачиваясь, Гасанов направился к мостику. Откуда-то примчался ветер и сразу завел гребни волн в кудрявую белую гриву. Словно играя, бросались волны под дощатый настил, чтобы через секунду вынырнуть с противоположной стороны и помчаться к берегу. Издали гребни волн казались фантастическими белыми дельфинами. Лиловая туча на горизонте опускалась все ниже и ниже. Исчезли вышки дальних буровых, туча накрыла их своим туманным пологом. И нет больше в море ни вышек, ни островов. Остались лишь лохматые волны и темное грязное небо. Гасанов поджидал лодку с морям. Он знал, что, несмотря на штормовую погоду, она все-таки приедет. Ветер с воем промчался сквозь железный переплет вышки. Гасанов взглянул на часы. Поздно. Надолго задержалась, подумал он. Хотя бы по радио сообщила. Ну, знает ведь, что беспокоишь. Волны подскакивали высоко, почти до самого мостика, как бы стараясь перепрыгнуть через него, и угрюмо ворча лезли на стальные трубчатые устои. Словно пробка, взлетая на гребень и пропадая, лодка приближалась к вышке. Временами казалось, что она прыгает на одном месте и не в силах перескочить барьер волн. «Да, это Мариам», решил Гасанов, всматриваясь вдаль до боли в глазах. Вдруг лодка исчезла, накрытая волной. Вот она опять появилась. С тревогой, затаив дыхание, следил Гасанов за лодкой. Кажется, что она уже совсем близко, почти рядом. Осталось не больше десятка метров. Уже можно было рассмотреть двух человек. Мариам, сжавшись в комочек, сидела рядом с мотористом и держалась за борт. Лодка прыгала возле дощатого острова. Она еще не успела зайти в невидимую гавань за воздушный мол. Здесь нужно быть особенно осторожным. Можно разбиться о железный переплет. Еще немного. Задний ход. Лодка уже за воздушным молом. Мариам выпрыгнула на мокрой доске и поскользнулась. Гусанов быстро протянул ей руку и, отведя к вышке, спросил «Проверили?» Она ничего не ответила. Обеспокоенно посмотрела на ребят, столпившихся около кабинки с приборами и торопливо побежала по мостику в комнату отдыха. Защемило сердце. Почему ничего не сказала? Она же все знает. Проверка решит многое. Неужели забыла, думал Гасанов, с надеждой и тоской провожая глазами маленькую фигурку Мариам? Ветер усилился. Он выл, бесновался на вершине железной башни, хлопал оторванной доской, гремел, ударяя ею по железу. Казалось, что где-то наверху гудел колокол. Волны перекатывались через мостик, взлетая на настил и шурша разбегались по доскам. Они бились снизу и тогда вздрагивала дощатая палуба на пятидесяти метровых ногах. Лодка, поднятая ребятами на островок, была закреплена канатами. Спускался вечер. Волны метались как тени, только седые гребни мелькали в темноте. «Видно, домой сегодня не добраться», сказал Гасанов, смотря на тусклые, еле заметные береговые огни. Он повернулся к Григоряну. «Ну что ж, останемся здесь на ночь. Вот только меня беспокоит детский сад. Натерпятся ребятишки страха». «Зачем страха?» — удивился мастер, широко разводя руками. «Они знают, что такое доставать нефть в море. Пусть теперь своими глазами увидят, где легко, где трудно». Гасанов передернул плечами и, помолчав, сказал «Передай по радио, что ребята до утра не приедут. Наверное, матери уже беспокоятся. Новая забота, час отчества не легче». Мариам позвонила. Сдержанно проговорил мастер. Затем он долго стоял молча, опустив руки, ожидая дальнейших распоряжений. Инженер уже забыл о нем. Вспомнил, что домой ему звонить незачем. Саида уехала на испытание. Редко-редко увлеченная своим делом, эта странная женщина вызывает его к радиоаппарату. Но не нужно думать об этом. Крепко держась за поручни, Гасанов пробирался в комнату отдыха. Скользкие мокрые доски вздрагивали от ударов волн. Крупные тяжелые брызги хлистали его по лицу, ветер прижимал к перилам. Иногда клокочущая и шипящая волна перекатывалась через мостик, и Гасанову казалось, что он идет по коленю в воде среди бушующего моря. Впереди, как спасательный маяк, светился желтый квадрат окна. Мариам сидела у стола под тускло горевшей лампочкой без абажура и, смешно прикусив язык, поправляла чертеж. Услышав скрип двери, она свернула чертеж и быстро положила перед собой тетрадь с цифровыми записями. В комнатку ворвался свист ветра. Волны застучали в полуоткрытую дверь, как бы стараясь вломиться в этот маленький домик, дрожавший на тонких трубчатых ногах. Гасанов быстро прихлопнул дверь, подошел к Мариам, но та ей головы не подняла. От ударов волн по дощатым стенам испуганно вздрагивала электрическая лампочка, она раскачивалась и беспокойные тени бегали по девичьему лицу. Резким движением откинув косы назад, Мариам поднялась и сказала «Расчеты проверила». «Даже при установке наших дополнительных механизмов ферма выдержит, но... Что «но»?» Гасанов вышел из себя «Да говорите же скорее, зачем из меня душу вытягивать?» «А вы знаете, что показали расчеты?» Улыбаясь, чуть слышно проговорила Мариам, разворачивая трубку чертежа. «Если на вашей новой стометровой установке увеличить объем поплавка примерно на 20% то можно ставить трубы значительно меньшего диаметра». «Вы простите меня, Ибрагим Аббасович, я в этих делах, конечно, не специалистка, вероятно, глупости говорю, но цифры подсказывают, что сейчас уже можно думать об установке фермы в 200 метров». «Так все наши конструкторы считают?» «Самое главное тогда нагрузка». «Постойте, Мариам». Гасанов быстро наклонился над чертежом и запустил обе руки в мокрые волосы. «Вы для этого предлагаете усилить основание?» «Да». «Мне кажется, так». «Случайно натолкнулась, когда проверяла расчеты. Алия Гусейнович заходил к нам в бюро, я не успела спрятать чертеж, испугалась даже, что он эту глупость увидит, а он посмотрел и сказал, что такое дело должно получиться. Просил вам показать». Она замолкла и стала расправлять загнувшийся уголок чертежа. Долго смотрел Гасанов на знакомой линии. Смотрел и все-таки не узнавал. Внизу у самого основания трубы чуть заметно карандашом были вычерчены дополнительные устои, легкие контуры решетчатой фермы, везде словно для надежности подкрепленные узкими колонками цифр. «Спасибо, Мариам», искренне поблагодарил Гасанов. «Я всегда считал вас золотом, но все-таки надо самому проверить, хотя сейчас и не до этого. Приходится заниматься работами Васильева». «Ничего не понимаю». Мариам от волнения больно дернула себя за косу. «Надо скорее заканчивать установку на плавучем острове, ведь это же самое главное, а тут опять какой-то Васильев». Гасанов сосредоточенно разглядывал чертеж. «Ибрагим Аббасович, вы слышите?» спросила Мариам. «Что я должен слышать?» не отрываясь от чертежа, рассеянно спросил инженер. «Музыку. Помните, сначала вступление в оркестре, а потом бас поет, а скалы грозные. Удивительно похоже, набегают волны, ветер ревет, стоит у берега одинокая скала, так же, как наш остров, и ничего ему не страшно. Он дальше всех вышел в открытое море и крепко упирается в землю». Мариам прислушалась. «Я думаю, что вы докажете свою правоту». За тонкой перегородкой гремел тысячеголосый оркестр. Начинался шторм. Глава восьмая. Синицкий просыпается. В голове у Синицкого отчаянно гудела. Тошнота подступала к горлу, но он чувствовал, как снова возвращается к жизни. Он никак не мог сообразить, что же с ним было. Путешествие под водой, движущаяся скала, неожиданное спасение. Все это сейчас казалось непонятным и далеким сном. Синицкий открыл глаза. Где он сейчас? Незнакомая комната со сводчатым ребристым потолком. Спокойный зеленоватый свет настольной лампы отражается на блестящем полу. Сам Синицкий лежит на диване. Сколько же времени прошло? Неужели сейчас вечер? Он привстал и осмотрелся. У стены стоял книжный шкаф с маленькими книжечками в цветных переплетах. Над ним большие стенные часы со светящимся циферблатом. Цифры ярко горели в полутьме. Шесть часов. Ну чего? Утро или вечера этого Синицкий определить не мог? Окна в комнате были плотно завешаны тяжелыми портьерами? Он прислушался. Где-то далеко работал мотор. Но почему никто не идет? Синицкому уже надоело лежать. Он хотел одеться, но его костюма в комнате не оказалось. На кресле были аккуратно разложены вещи из его карманов, бумажник, ключи и магнитофон. Неужели работает? Синицкий протянул руку и нажал кнопку. Зашипела пленка. Послышался отдаленный лай. Странно, усмехнулся он. Это не мой голос. Лай стал слышен громче, и на этом звуковом фоне возникла английская речь. А, значит, это старая запись. Тогда на берегу он позабыл выключить аппарат. Голоса вдруг зазвучали неожиданно громко. Синицкий с тревогой оглянулся, быстро выключил магнитофон и спрятал его под одеяло. Может быть, в этой коробочке хранится загадка блуждающей мины? На всякий случай надо посоветоваться с кем следует. Пусть послушают запись. А вдруг там просто любовный разговор? Опять попадешь в глупое положение? Синицкий задумался, разглядывая сводчатый потолок. Сколько можно лежать? Решительно заявил он, вскочил с дивана и подошел к зеркалу. Да-да-да, недовольно промычал он. Не надо, как говорится, обладать особой наблюдательностью, чтобы признать этот костюм неподходящим для первого визита в незнакомый дом, с усмешкой подумал Синицкий. В зеркале отражалась довольно странная фигура, закутанная в белое покрывало. Сквозь плотную ткань выпирали острые локти и плечи. Пушистые, с задорным вихром на затылке волосы сейчас были особенно взъерошены и торчали рыжеватыми клоками над облупленным загоревшим лбом. Вот бы сейчас посмотрели Саида или Мариам на это чучело. Синицкий поежился и стыдливо накрыл голову, как бы закутавшись в шаль. Он взглянул на свои босые ноги. Они торчали из-под одеяла, едва прикрывавшего колени. Он шлепал босыми ногами по холодному полу и досадовал на хозяина дома. Наверное, его обитатели считают меня просто духом из потустороннего мира. Мне даже не дают права доказать обратное. Нарочито высмеивая свое нелепое положение, Синицкий храбрился, чтобы подавить тревогу. Нет ничего хуже неизвестности. Он снова подбежал к зеркалу, окинул себя критическим взглядом и осторожно подошел к двери. Прислушался, затем легко нажал ручку. За дверью никого не было. Узкий длинный коридор, как в гостинице, над ним спускался сводчатый низкий потолок. По обеим сторонам двери массивные, с толстой звуконепроницаемой обшивкой из белой резины. На дверях огромные ручки, надраненные до зеркального блеска. Долго пришлось стоять Синицкому возле этих дверей. Он ждал, что кто-нибудь оттуда выйдет. Но проходили минуты. Пяткам было холодно, так как пол в коридоре оказался металлическим, а из дверей никто не показывался. Синицкому надоели и ожидания, и неизвестность. Он потрогал зеркальную ручку и, преодолевая досадную нерешительность, открыл дверь, тяжелую, как у сейфа. Большая камера с нависшим потолком тускло освещалась вделанными в стену плафонами. Куда-то вниз уходили широкие ступени. На них, как на полках, лежали белые шары, словно от гигантского бильярда. Диаметр каждого из шаров Синицкому представлялся не меньше двух метров. Неужели это мины? С тайным страхом и в то же время неуверенностью подумал он, куда же меня занесло? Он испытывал очень странное и неприятное чувство, как будто перед ним приоткрылась чужая тайна, которую вовсе не нужно было ему знать. Внизу все казалось черным. Голубой отблеск дрожал в темноте, а зно пробежал по всему телу. Невольно вспомнилась фигура на берегу с биноклем и фонариком. Что же это светит? Может быть другая дверь? Синицкий с опаской проскользнул мимо шаров. Прямо перед ним небольшое окошечко из толстого зеркального стекла. Оттуда вырывался ослепительный белый свет, как из кинобудки. Синицкий прислушался. Ровное гудение, прерываемое чистой дрожью, доносилось из-за стекла. Широко раскрытыми глазами он наблюдал за тем, что там делается. Нет, этого не может быть. Он еще спит, он еще не проснулся. За стеклом он увидел мечту старого мастера Ага Керимова. Мечту будто бы о невозможном. Освещенный огнями белый зал. Посреди что-то вроде буровой установки блестящие полированные трубы уходили под потолок. По прозрачной, наверное, пластмассовой трубе подавался глинистый раствор. Пол был покрыт чем-то белым, похожим на светлый пластик. Вокруг бурового станка ходили люди в белых халатах, словно это были не нефтяники, а лаборанты с химической лабораторией. Синицкий больно ущипнул себя за руку. Нет, черт возьми, я еще не могу поверить. Кто это подошел к приборам? Напряженно вглядывался он в знакомое лицо. Ну да, конечно, это сам Ага Керимов. Он «Несаида, нюри!» Он облегченно вздохнул. «Значит, здесь свои...» «А я это думал...» Сразу все становилось на место. Исчезли страхи и неизвестность. Впрочем, не совсем так. Еще многое осталось непонятным, и Синицкому хотелось до конца удовлетворить свою любознательность. Не отрываясь от окошка, смотрел он на своих знакомых. Вот старый мастер подошел к мраморной доске, где вздрагивали стрелки приборов, похожих на манометры. Записал что-то в тетрадь. Он поправил галстук, торчащий из-под белого халата, с острыми, хорошо отглаженными отворотами, и самодовольно улыбнулся. Саида в белом комбинезоне, почему-то похожее на парашютистку, стояла возле стола с регистрирующими приборами. На движущихся лентах подслушные перья вычерчивали сложные кривые. Рядом с Саидой незнакомый Синицкому человек в темном рабочем костюме. Синицкий нетерпеливо постучал в толстое стекло. Они, наверное, ничего не услышат за шумом моторов, подумал он, и еще сильнее забарабанил по стеклу. Так и есть. Но где же ход в буровую? Он пошарил по стене, снова заглянул в окошко и убедился, что отсюда дверей в буровую нет. Однако, как же здесь производится бурение? Абсолютно непонятно. Он приподнялся на цыпочки. Может быть, отсюда идут наклонные скважины? Но зачем же тогда строить такую огромную и сверх совершенную буровую? Странно, даже трубы и то находятся в помещении, а не на открытой вышке. Про такие буровые в институте ничего не говорили. Заинтересованный студент снова вышел в коридор и осмотрелся. На двери с табличкой номер восемь он заметил маленькое окошечко глазок. Оно светилось таинственным зеленоватым цветом. Да, действительно таинственным. В этом доме Синицкому все казалось именно таким. Но как же тут не посмотреть в этот глазок? Может быть, через эту дверь Синицкий пройдет в буровую? Окошечко оказалось матовым. Ничего не разглядишь. В двери торчал ключ. Синицкий уже не раздумывая повернул его два раза, приоткрыл тяжелую дверь и замер на пороге. Во всю стену светилось огромное окно, а за ним вода. В лучах прожектора плавали рыбы, прозрачные медузы, колыхались водоросли. Так вот оно что, испуганно прошептал Синицкий и даже похолодел от волнения. Это значит, я на дне. Это значит, подводный дом. Прямо на него, раскрыв рот, плыла какая-то мохнатая рыба. Синицкому показалось, что она загадочно улыбнулась. Невольно захлопнув дверь, он на цыпочках прошел обратно в кабинет, лег на диван и закрылся с головой одеялом. В светлом зале около щитов с приборами стояли чуть растерянные Саида и человек в темном рабочем костюме. Саида была одета в белый комбинезон с блестящими пуговицами. На голове голубая шапочка, из-под которой выбивались черные до синевы непокорные волосы. Вовремя мы его нашли, смущенно говорила она, стараясь не смотреть в глаза собеседнику. Еще бы немножко и конец. Сейчас он спит. Перед ней стоял тот самый Васильев, человек, с которым за последние месяцы была связана вся ее творческая жизнь. Саида не могла понять, как это все получилось. Впервые она встретила Васильева в Москве в министерстве. Тогда она не знала, что им придется работать вместе. Молчаливый и почти никогда не улыбающийся инженер был даже неприятен Саиде. С ним она чувствовала себя неловко и робко. Но прошли недели, конструктор подводной буровой увлек ее своими большими телами и потом уже казалось Саиде, что нет на земле ничего более значительного и важного, чем строить локаторы для подводной Васильевской установки. О себе конструктор ничего не говорил. Саида предполагала, что в жизни его было немало горя, но разве об этом спросишь? С момента приезда в Баку Васильев почти не выходил из своей подводной лаборатории. Немногие из работников института могли похвастаться тем, что видели в лицо знаменитого изобретателя. Впрочем, он совсем не стремился к популярности. Васильев узнал у Саиды, что студента осмотрел врач, во время сна проверял его пульс и не нашел ничего угрожающего здоровью молодого организма. Все это очень хорошо, Саида, согласился Васильев, но мне не нравится, когда сюда попадают случайные люди. Надо быть осторожнее в разговорах. Не знаю, как это получается, только о нашей работе знают чуть ли не все. Что вы, Александр Петрович, возразила Саида, но Васильев перебил ее. Да, представьте себе, на празднике, куда я на минутку заехал после испытаний наших цистерн, незнакомая девушка порекомендовала мне посмотреть проект Васильева и назвала его феерией. С проектом могли ознакомиться многие сотрудники института. Я не думаю, чтобы эта девушка имела к институту прямое отношение. Она меньше всего похожа на научного работника. Кстати, также спокойно продолжал Васильев, вы мне не сказали, кто этот молодой человек и как он попал на дно. Улыбка сбежала с лица Саиды. В этом виновата только я, призналась она. студент. Он должен был испытывать аппараты ультразвуковой разведки. Что, обязательно под водой? Нет. Обязательно в районе наших испытаний? Нет. Я никак не могла подумать, что он вдруг попадет сюда. У нас с Нурей не было выхода, мы его еле подтащили к шлюзовой камере, боялись, что не откачаем. Равнодушно, но тоном недопускающим возражений Васильев сказал «Организуйте отправку молодого человека на берег, поторопитесь, пока шторм не разыгрался». Саида побежала выполнять приказания. Васильев проводил ее недовольным взглядом. Он подошел к мощным агрегатам и озабоченно наклонился над машиной. Основная сверхбыстроходная высокочастотная машина снова перегревалась. А без нее скоростное бурение невозможно. Он знает, в чем тут дело. Нужно заново переконструировать электробур. Инженер приложил руку к горячим кожуху. Он до того перегрелся, что на поверхности эмалевой краски выступили желтые пузырьки. «Неужели надо прекращать испытания или работать на пониженной мощности?» спрашивал себя Васильев. «Но тогда какая же скорость будет у электробура? Время проходки скважины увеличится во много раз. Нет, это невозможно». Он еще раз прикоснулся холодной рукой к телу машины. «Так прикладываешь руку к лбу дорогого тебе человека с тревогой ощущая болезненный жар». Васильев смотрел на знакомые ему светлые стены, блестящие, словно хирургические инструменты трубы, на застывших у приборов людей в белых халатах и думал «Срочная операция необходима». «Но кто это может сделать?» Чтобы хоть немного отвлечься от безрадостных мыслей, инженер подошел к рабочим, наблюдавшим за буровой установкой. «Ну как Петр Потапович?» Обратился он к старику Пахомову. Тот следил за медленно текущим по прозрачной трубе глинистым раствором. «Привыкать начинаете?» «Да как вам сказать, Александр Петрович?» ответил мастер медленно и вдумчиво роняя слова. «Много я годов на белом свете прожил, всякое видел. Раньше мы что, долбили только матушку землю. Потом желонками нефть доставали, как бабы ведрами воду из колодца. Чудно даже вспомнить». «Надо помнить, очень надо», горячо воскликнул Керимов. «Пусть молодежь наш музей смотрит. Пусть они книжки читают про то, как их деды руками бур крутили. Пусть знают, что для них большевики сделали». Он торопливо подбежал к счету и повернул штурвал реостата. Пахомов записал в тетради показания приборов и спросил, «Теперь скажи мне, Александр Петрович, раньше бывало, сколько месяцев бурили, а сейчас что же получается, два дня я готова, вот этого я понять не могу с непривычки». «Вин як професор, а ничо не бачить?» откликнулся сверху Апанасенко. Он наращивал трубу. «Тут только сто метров визар нефть». «Ну, не всегда так Апанасенко», мягко возразил Васильев. От разговора ему стало как-то теплее, он часто прибегал к подобному способу, чтобы хоть в эти немногие минуты не думать о самом главном, о неудачах и близких испытаниях. «Знаешь, с какой скоростью мы тут будем?» Он на мгновение замолчал. «Во много раз больше обычной. Наш высокочастотный электробур идет в породе куда быстрее, потому так часто тебе приходится наращивать трубы. Даже не успеваешь, но как же так?» Обидчиво возразил Апанасенко. «Я моторный, я все можу». Он с удовольствием посмотрел на свои ослепительно начищенные сапоги, такие же блестящие, как стальная труба, которую он придерживал руками. Я никогда в этом не сомневался, Апанасенко, подняв к нему голову, сказал Васильев. «Честное слово, товарищи, не думал я, что вы так быстро освоите новую установку, будто бы всю жизнь работали на ней». «Мы всю жизнь свою работали на разных буровых, Александр Петрович», вмешался Керимов, аккуратно снимая с белого рукава микроскопический кусочек приставшей глины. «Давно было, руками скважины делали, нефть руками качали, потом мотор пришел, все равно лицо, пиджак, черные, как мазут, трудно было. Теперь все будет не так. Мы теперь непростые рабочие. Нас Саида называет...» Он замялся, вспоминая ее определение. «Петр Потапович, скажи, дорогой, а чего говорить? Лаборанты мы, исследователи, вот кто». «Да, возможно, она и права». Закинув голову назад и смотря на спускающиеся трубы, говорил Васильев, «С каждым годом мы идем к тому, чтобы тяжелый физический труд исчез, чтобы изменилось само понятие о труде, и люди добывали нефть, уголь, металл, обрабатывали его, сидя в светлых и чистых залах. Но для этого пока еще приходится трудиться далеко не в таких условиях, а исполнять подчас ей черную, грязную работу». «Этого мы не боимся», Апанасенко с улыбкой поплевал на руки. «Привычны». В цех торопливо вошла Саида. Она была растеряна и чем-то взволнована. «Что-нибудь случилось?» спросил Васильев. Саида смущенно оглядывалась по сторонам. Мастера выжидательно с тайной тревогой смотрели на нее. Васильев спокойно проговорил. «Ничего страшного, опять какая-нибудь неполадка. Видите, как нелегко дается нам забота о будущем». «Да я не о том». Саида энергично сжала руки, а затем, опомнившись, спокойно подняла их, как бы поправляя волосы. «Никаких неполадок. Понимаете, какая беда? Студента нельзя отправить на берег. Поздно. Подводный переход уже снят». Васильев облегченно вздохнул и весело посмотрел на окружающих, словно приглашая их в свидетели. «Ничего не поделаешь, бывают ошибки и у моей помощницы». Он отвел Саиду в сторону. «Зря волновать людей не следует. Каждый знает, что над ним сейчас 50 метров воды. Конструкция опытная, поэтому возможны всякие неожиданности». Саида опустила голову. «Простите, Александр Петрович». «Так, что же делать с нашим практикантом?» «Сдержанно спросил Васильев». «Испытания откладывать нельзя». «Да, конечно, все уже подготовлено. А если оставить его здесь до конца испытаний, а?» Саида робко взглянула на Васильева. «Он может не согласиться сидеть три дня под водой? Неизвестно, какой у него характер. Боюсь, что если скажете этому водолазу, где он находится, то он сразу же закричит «Хочу к маме!» «Всякие ребята бывают». Саида рассеянно потерла лоб. «Знаете, Александр Петрович, он и не догадается, что наша лаборатория под водой. С тех пор еще не просыпался?» «Ну, делайте как хотите». Махнул рукой Васильев и направился к выходу. Глава девятая. Запретная комната. «Если бы мы осторожно приоткрыли дверь кабинета в подводном доме, то увидели бы Васильева за письменным столом. Скоро должны начаться испытания». Инженер, не отрываясь, смотрел в одну точку на никелированную кнопку у видеотелефона. Иногда он болезненно морщился, будто отгоняя от себя какую-то навязчивую мысль. Он напряженно думал. Со стороны могло казаться, что сейчас в сознании инженера идет невероятная борьба. Из сотен вариантов одной и той же конструкции он должен был найти единственно правильное решение. Его поиски мучительны. Инженер на минуту отвлекся от своих мыслей. Взгляд его упал на книжечку с собственными записями, небрежно брошенную возле лампы. Он покосился на закутанную в одеяло фигуру, лежащую на диване, подойдя ближе, прислушался к ровному дыханию спящего человека и опять возвратился к столу. На лице инженера снова появилось выражение мучительного раздумья. Работу его мысли можно было бы сравнить с упорством человека, поднимавшегося вверх. Видели вы когда-нибудь верхолаза? Человека, который в сорокоградусный мороз тащит стальной канат на верхушку мачты. Уронив рукавицу и оставляя на железе куски примерзшей кожи с ладони, он настойчиво лезет вверх. Может быть и здесь, в кабинете под водой, в тот самый момент, когда мы смотрим на инженера, он подбирается к невидимой вершине так же, как смелый верхолаз на мачте. Раздался резкий гудок видеотелефона. Оборвалась только что найденная смелая мысль, как если бы из рук человека, взбирающегося на мачту, выскользнул стальной канат. Васильев быстро вскочил и оглянулся на диван. Но он мог бы не беспокоиться. Синицкий крепко спал, так же, как и до своего путешествия по коридорам и комнатам подводного дома. Видимо, на него сильно подействовало морское купание. Инженер протянул руку к кнопке видеотелефона. Зажглась красная лампочка, на экране появилось изображение человека и из репродуктора послышался глуховатый голос. Прости меня, что побеспокоил. Рад вас слушать, Олег Усейнович. Приветствовал инженер порторга. Ты просил конструкторов. Что переделывать хочешь? Да тут у меня есть одно ненадежное место в электробуре. По-новому хочется сделать. Пожалуйста, дорогой. Я тебе замечательного конструктора дам. А он хорошо с этим знаком. Лучше его это дело никто не знает. С тобой будет работать сам Ибрагим Гасанов. Изобретатель глубоководных оснований? Удивленно спросил Васильев. Да, замечательный инженер. Твое дело сейчас очень важно. Ты понимаешь, чего нам стоило выделить такого специалиста? Нет, 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 ни за что, Али Гусейнович, сдерживая волнение, возразил Васильев. Нельзя изобретателя отрывать на мою работу. Он сочтет это за обиду. Он этого не заслужил. Васильев замолчал, с тревогой вглядываясь в изображение на экране. «Зачем спокойствие терять, Александр Петрович?» С улыбкой говорил Порторг. «Я уже беседовал с Ибрагимом. Он согласился тебе помогать. Если откажешься, обидишь его. как ты сам думаешь?» Что можно возразить против этого довода? Особенно, если его приводит Рустамов, человек, которого Васильев по-настоящему уважал и ценил как опытного инженера и прекрасного организатора. Удивительно просто он умеет подойти к каждому из сотрудников института. Совсем недавно Васильев познакомился с ним, окажется, что знает он Рустамова много лет, что будто бы работал вместе с ним еще на Кировском заводе в одной парторганизации и также спрашивал его совета и помощи, как несколько дней тому назад, когда Васильеву нужны были мастера. Он взглянул на экран. Рустамов смотрел оттуда с ясной всепонимающей улыбкой. «Так вот, Александр Петрович, снова послышался голос из репродуктора. Жди Гасанова послезавтра. Извини, дорогой, за беспокойство». В репродукторе что-то щелкнуло, погас красный огонек сигнальной лампочки. Изображение растаяло. Васильев тяжело поднялся с кресла, прошелся по комнате и остановился у карты Каспийского моря. В дверь постучали. «Войдите». Держа на вытянутых руках костюм Синицкого, Нури смущенно спросил, «Оставит здесь Александр Петрович?» «Да-да, он пока еще спит», ответил Васильев и вслед за Нури вышел из кабинета. Проснувшись, Синицкий с радостным удивлением увидел свой тщательно выутюженный костюм, быстро вскочил и начал одеваться. Кто это о нем позаботился? Даже шляпу и ту выгладили. Мучила Синицкого одна беспокойная мысль. Сказать, что он ходил по коридору и даже заглядывал в комнаты. Или лучше умолчать об этом? Скрывать нельзя, но и говорить тоже как-то неудобно. Могут обвинить его в неуместном и даже неположенном в данном случае любопытстве. Разве докажешь, что все это произошло случайно? Саида подошла к двери кабинета и вежливо постучала. «Синицкий, проснулись?» Вместо ответа распахнулась дверь. На пороге стоял Синицкий и, улыбаясь, тщательно расправлял галстук. «Простите меня, пожалуйста, я был таким неосторожным». Опустив глаза, виноват и признался он. «Скажите, аппарат спасли?» Саида кивнула головой. «А что со мной было? Кто меня вытащил из воды?» продолжал Синицкий. «Ничегошеньки не помню. Будто меня кто-то по башке стукнул. Кстати, я все-таки вспоминаю, что на экране прибора видел, как луч указывал на присутствие нефтяных месторождений. Вы сами-то это проверили или не успели?» «Я вас очень прошу», нетерпеливо перебила его Саида, «отставьте вопросы до другого раза». «Откровенно говоря, нам не до этого». «Вы попали в нашу лабораторию случайно, да и то по моей вине». «Мне очень неприятно, Саида. Я доставил вам столько хлопот, поэтому постараюсь не надоедать». С убитым видом проговорил Синицкий, направляясь вдоль по коридору. Саида была вынуждена пойти за ним. «Как он уверенно шагает!» с досадой подумала она, прямо как у себя в гостинице. «Что же мне с вами делать, Синицкий?» Саида попыталась улыбнуться. Сейчас шторм, поэтому в город вам никак не попасть. И главное, такая погода может продлиться довольно долго. А именно, ну, два-три дня. «Сильные штормы у вас здесь на море», равнодушно заметил Синицкий, скользя взглядом по ребристому потолку коридора. «Ну, ничего, аппарат вы нашли, я им и займусь. Все-таки еще следует повозиться с усилителем. у меня одна идея в голове шевелиться». «Вот и прекрасно», согласилась Саида, «пусть шевелится и до нее доберемся, но вас не только аппараты могут интересовать. осмотрите нашу новую буровую силовые установки». «Ну, Саида многозначительно подняла палец, вам категорически запрещено входить в комнату номер восемь». «Таково приказание». Она развела руками ничего, мол, не попишешь, я тут ни при чем. «После вашего предупреждения я бы никогда не посмел нарушить этот запрет». Синицкий рассматривал свои ногти, не желая встречаться взглядом со строгим начальником. «Мне почему-то вспомнилась сказка о Синей Бороде». «Можно ходить во все комнаты, кроме одной. Насколько я понимаю, здесь запрещено интересоваться дверью, в которой вы только что повернули ключ». «О, вы наблюдательны». «Говорят, что это очень полезное качество». «Не всегда». Саида вздохнула. «Одни неприятности с вами, Синицкий». Она вытащила из двери ключ и сурово посмотрела на студента. «Только один вопрос, можно?» робко спросил он. «Ну, еще что?» недовольно буркнула Саида. Синицкий помедлил в нерешительности. «На какой глубине мы находимся?» спросил он, глядя на нее невинными голубыми глазами. От неожиданности Саида выронила ключ. Убедившись, что Синицкому многое стало известным и главное, что он совсем иначе воспринимает свое положение, чем предполагал Александр Петрович, Саида решила познакомить студента с подводной установкой и в этих условиях испытать вместе с изобретателем усовершенствованную им схему прибора. Ультразвуковые аппараты для нефтеразведки здесь были необходимы. Она вошла в комнату номер 8 и, усаживаясь на диван перед круглым зеркальным окном, предложила Синицкому место рядом. Тот молча сел, не отводя глаз от зеленоватой воды, освещенной мощным прожектором. «Так значит, вы считаете, что вместо вышек лучше строить вот такие подводные дома?» спросил Синицкий, не отрываясь от окна. «Подводные дома?» переспросила Саида. «Это вы хорошо назвали подводный дом, подводный дом», повторяла она, как бы вдумываясь в сочетание этих слов. «Да, для Васильева здесь дом, он живет под водой, именно живет, потому что здесь для него заключено все, большой радостный труд, счастье, надежды, люди, богатство родной страны, он удивительный человек, редкий, таких я еще никогда не видела, когда-нибудь вам посчастливится узнать его ближе». Она встала, подошла к стеклу, провела ладонью по его поверхности и снова восторженно заговорила. «Вот вы, юноша, только жить начинаете». Синицкий поморщился, буквально она меня за ребенка считает. «Или просто кокетничает, что она давно взрослая и к тому же еще инженер?» «Во все глаза смотрите на Васильева», продолжала Саида, «учитесь, впитывайте всем своим сознанием его слова, советы, его преданность науке и любимому делу просто поражает нас всех, кто с ним работает». «Я часто бываю наверху, сравнительно часто поправилась она, вспомнив об Ибрагиме, а вот Александра Петровича отсюда просто не вытащишь, он ни на минуту не может расстаться со своим домом». Все эти восторженные слова Саиды по-своему воспринимались Синицким. Где-то в глубине души было обидно за Гасанова. Кому-кому о Саиде должны быть близки и понятны работы мужа, тем более что все считают его талантливым конструктором, его подводные основания открывают новые пути в нефтяном деле. Нельзя же совсем не объективно, прямо по-детски, так увлекаться и конструкторской деятельностью Васильева и его личностью». «Что-то здесь есть неправильное», подумал озадаченный юноша. «Впрочем, кто этих женщин разберет, где они правы, а где виноваты, не мне разгадывать тайны женской психологии. Над этим, как говорят, ломали головы великие умы человечества, и я тут ни при чем». Однако, прежде всего, должна восторжествовать объективность в оценке изобретения Васильева, и Синицкий попытался ее найти. «Я не хочу сравнивать методы добычи нефти, предложенные Гасановым и Васильевым, как можно убедительнее начал доказывать он. Но с точки зрения романтики всего этого дела, я не вижу принципиальной разницы. Гасанов находится на воде, а Васильев под водой. Нельзя не вспомнить капитана Немо, в детстве мы увлекались им, но тот путешествовал в морских глубинах. Он видел все новое и новое, ему Синицкий не закончил фразы. Дом вдруг задрожал и покачнулся. Около самого окна взметнулись вверх блестящие пузыри, как елочные бусы. Саида посмотрела на часы. Молодцы! Точно! Синицкий позабыл обо всем, когда увидел, что груда камней, лежащая перед окном, неожиданно сдвинулась с места и поползла куда-то вниз под дом. Зашевелились водоросли и медленно проплыли в стороны, как бы освобождая ему дорогу. Рыбы, будто стая птиц, взметнулись вверх и исчезли. Да, не было никакого сомнения, дом двигался. Он медленно полз по каменистому грунту и слышно было, как стучали гусеницы. Так, по крайней мере, казалось Синицкому, который однажды на учебном полигоне совершил путешествие в танки. Чтобы разрешить сомнения, он спросил «Гусеницы?» Сайда утвердительно кивнула головой. «А парень-то как будто ничего», подумала она, «не из робких». Синицкий встал и быстро подошел к окну. В нем проснулось техническое любопытство. Гусеницы находились сбоку гигантского танка. Их пластины были сделаны из блестящего, видимо, нержавеющего металла. Они шлепали по твердому грунту, как беспрерывно падающие, неразбивающиеся зеркала. Яркие, дрожащие блики метали с под водой, словно солнечные зайчики. Впереди темнели остроконечные скалы, похожие на кипарисы. Они раскачивались будто от порывов ветра. Это подводное течение играли растущими на склонах водорослями. Путешествующий по дну Каспийского моря дом танк свернул в сторону. Ярко вспыхнул прожектор и сразу померк. Резкий толчок остановки. Саида выбежала из комнаты. Синицкий остался один. Его охватило противное чувство неуверенности. Может быть, сейчас лучше оказаться наверху, там спокойнее, а здесь тысячи тон морской воды давит на крышу этого ползающего дома. Что же все-таки случилось? Думал он, пытаясь хоть что-нибудь рассмотреть за круглым окном. Слегка фосфористировало песчаное дно. Может быть, это лунный свет проходит сквозь толщу воды и отражается на песке. Хлопнула дверь. В комнату ворвался желтый свет из коридора. Синицкий обернулся. На пороге стоял Васильев. Синицкий сразу узнал его, хотя видел один раз и то через стекло буровой. Ну как, сумерничаете, молодой человек, сказал Васильев, протягивая ему руку. Познакомимся? Не перепугались? Скажите откровенно. Синицкий не мог ничего ответить, он только робко пожал холодную ладонь инженера. По-новому, с восхищением смотрел на него студент, и молчал, словно язык прилип к гортани. Вошла Саида и повернула выключатель у двери. Все в порядке, Александр Петрович. Можно испытывать ультразвуковые локаторы. Для этого я и приказал выключить прожектора, сказал Васильев, и, будто о чем-то вспоминая, рассеянно провел рукой полбу. Саида открыла дверь в соседнюю камеру. Там блестели металлические ступени винтовой вслед за Саидой пошел Васильев. Уже на лестнице он оглянулся и, заметив унылое лицо Синицкого, поманил его за собой. Помещение, в которое они вошли, находилось как раз над комнатой номер восемь. Здесь был иллюминатор с таким же толстым стеклом, как и внизу, но значительно меньшего диаметра. Прямо перед ним светился контрольными лампочками пульт, за которым сидели два техника в кожаных костюмах. На пульте пестрили разноцветные кнопки. При входе Васильева техники поднялись со своих мест и вытянулись в ожидании приказания. «Локаторы в порядке?» спросил он. «Так точно, отрывисто произнес высокий худощавый юноша, видимо, штурман подводного корабля». «Включить», приказал инженер. Под иллюминатором раздвинулись металлические шторы, и перед глазами Синицкого открылся стеклянный экран. Штурман повернул рукоятку с желтой стрелкой. На экране заметалась яркая точка. Пропала. «Александр Петрович, разрешите идти без прожекторов?» спросила Саида. «Надеетесь на аппараты?» «Да». «Ну, тогда передаю управление вам». «На всякий случай я предупрежу мотористов и нури». «У меня с ними уговор есть», сказала Саида и побежала вниз по лестнице. Потушили свет. В рубке стало темно, только светились контрольные лампочки на приборных досках. На экране появилась шероховатая зеленая линия. «Так...» «Перед нами линия подводного горизонта». «Тихо, как будто про себя говорил Васильев, внимательно изучая светящуюся полоску. Налево скалы видно отчетливо. Затухание ультразвука слабое». «Все это понятно», думал Синицкий. «Здесь тоже ультразвук, как и в наших аппаратах. Под водой очень короткие волны не проходят, значит, в данном случае радиолокация не годится». «Простите, вопрос можно?» Смущенно обратился он к Васильеву. «Конечно». Инженер обернулся и удивленно посмотрел на белеющее в темноте лицо Синицкого. «Для хорошего приема отраженного луча требуется значительное усиление или не очень?» спросил Синицкий. «Я это к тому говорю, что не подойдет ли сюда одна схема новая?» Он рабел и путался. Ему не хотелось признаваться, что эту схему придумал он сам. И в то же время надо показать инженеру, что это непраздный вопрос, что студент работал в области ультразвука и желал бы применить свое будто бы удачное предложение в новой области, а не только в нефтеразведке. Скорее бы приходила Саида, думал он, чувствуя выжидательное и удивленное молчание Васильева. Она бы выручила. Но сам Васильев пришел на помощь. Мне уже все успела рассказать Саида. Она говорила о вашем предложении и оценивала его очень высоко. Скромность полезна каждому изобретателю, но не чрезмерная, иначе смелые и нужные мысли останутся у него только в голове. Что ж, посоветуйте с Саидой. Усиление в локаторе нужно большое. Кстати, вам приходилось встречаться с подобными локаторами? Помолчав, спросил Васильев. Немного. Уклончиво ответил Синицкий. Он вспомнил, как однажды сделал модель эхолота для измерения глубины моря и решил испытать его в реке. Шел дождь, аппарат не работал. Об этой затее у него остались самые скверные воспоминания. Васильев снова повернулся к экрану. Значит, так, размышлял Синицкий. Запомним на будущее. Усиление потребуется для увеличения дальности. Ультразвук отражается от скал и больших камней, так же, как радиолуч в обычном локаторе от айсбергов или кораблей. Если увеличить усиление, то можно уменьшить мощность генератора. Вот интересно получается. Вошла Саида и молча указала технику на щит управления. Он включил моторы. Снова задрожал подводный дом. На столике в углу закачалась вода в графине. Она светилась зеленоватым отблеском. На прямоугольном экране, как в маленьком окошке был виден зеленый луг, освещенный закатным солнцем. Так представлялось Синицкому. И вдруг на этом лугу появились силуэты подводных камней. Они медленно проплывали в сторону. Выше этого светлого окошка чернело другое окно с толстым стеклом, отделявшим людей от подводного мира. Началось путешествие по дну моря в темноте. Васильев наклонился над приборной доской, проверяя курс. Так держать. Синицкому разрешили осмотреть подводный дом. Он не мог себе представить всей грандиозности этого сооружения. Как и подводная лодка, дом состоял из отсеков, отделенных друг от друга водонепроницаемыми перегородками. Толстые стенки, изготовленные из лучших сортов специальной стали, а также куполообразная форма, позволяли этому своеобразному танку выдерживать давление воды в сотни тысяч тонн. Подводная лодка обычно рассчитана на меньшее давление. Большая кубатура воздуха придавала ему плавучесть и, главное, облегчала нагрузку на гусеницы. Для погружения открываются кингстоны, и вода заполняет специальные камеры. Для подъема танка на поверхность моря вода из этих камер вытесняется сжатым воздухом, находящимся в баллонах под давлением сотни атмосфер. Чтобы снова заполнить баллоны сжатым воздухом, включают компрессор высокого давления. Но это делается только на поверхности воды, когда компрессор может всасывать наружный воздух. Показали студенту и аккумуляторное отделение. Оно находилось в нижней части подводного танка. Узкие проходы между рядами гигантских металлических коробок, освещенные матовыми лампами, напоминали таинственный лабиринт. Дизели в машинном отделении приводили в движение динамо, заряжающие аккумуляторы. Абсолютная автоматизация всего управления и надежность механизмов позволили Васильеву обойтись очень небольшим экипажем. Подводный дом оказался многоэтажным и многоквартирным, если считать все его отсеки. Синицкому пришлось потратить немало времени, чтобы познакомиться с этим необыкновенным сооружением. Нурии почти уже смирился с присутствием любопытного москвича в подводном доме. «Пожалуй, он неплохо себя ведет для первого раза», заключил помощник Сайды после того, как показал ему все сооружение. По приказанию Васильева он привел студента обратно в камеру с иллюминатором. Синицкий устало сел на диван и только тут перевел дыхание. Он не мог отдать себе отчета, почему так устал? То ли от ходьбы по лесенкам и коридорам, то ли просто от впечатлений. Ему вдруг захотелось возвратиться к своему дневнику, но трогать магнитофон, пока не расшифрован английский разговор, просто нельзя, мало ли что. В наше время приходится быть бдительным, об этом каждый должен помнить. Правда, насчет белых шаров я ошибся. Какие же это мины, если они оказались в подводном доме Васильева, чувствуя некоторую неловкость, размышлял Синицкий, а я приставал ко всем, допытывался. Ясно, что эти шары нужны для опытов. Их почему-то не показали, хотя Нури водил меня всюду. Подводный дом. Кто бы мог подумать, что он существует? Сколько еще чудес делается в наших институтах? Захватывает дыхание, думал Синицкий. И какое счастье, что я могу присутствовать на испытаниях одного из этих необыкновенных изобретений. Он прислушался. Шлепали гусеницы по каменистому дну. Глава десятая Падающая башня Ночь опустилась над морем. Такая же глубокая и темная, как под водой, где сейчас путешествует танк инженера Васильева. Не видно огней на горизонте. Их закрывают высокие, как горы, волны. В воздухе соленые брызги и сплошная водяная пыль. Опытная вышка Гасанова дальше всех ушла в море. Она одинока. В такую погоду даже солидные и надежные видавшие виды теплоходы предпочитали оставаться в портах. После того, как Мариам сообщила Гасанову дополнительные расчеты прочности нового стометрового основания, он решил все проверить сам. Взял у нее тетрадь с записями, вытащил из кармана счетную линейку и начал проверять числовые значения, показавшиеся ему недостаточно точными. Мариам ждала на скамейке и прислушивалась к ударам волн в тонкую стенку дощатого домика. Лампочка все сильнее и сильнее раскачивалась под потолком, дрожали стекла в маленьком оконце. сквозь щели в раме сочилась вода и тонкой струйкой стекала на стол на тетрадь с записями. Гасанов этого не замечал. Он часто откидывал непослушные волосы с мокрого лба, задумывался на мгновение и вновь в его нетерпеливых пальцах скользил движок линейки. Каждый жест, каждая фраза инженера, сосредоточенная и в то же время недовольное выражение его лица, когда он оценивает чертежи своей новой конструкции, глубокие складки между бровями, сжатые тонкие губы, все это было очень хорошо знакомо Мариаму. В институте многие считали, что с Гасановым работать трудно. Его строгая требовательность подчас расценивалась как придирчивость. Заметив небрежность или ошибку в чертеже, он вдруг краснел от гнева и при всех резко отчитывал провинившегося. Вспомнила Мариам день, когда еще пятилетней девочкой она встретила Ибрагима у себя во дворе. Этот горячий и вспыльчивый мальчуган подчинил своей воле всех соседских ребят. Они ходили за Ибрагимом по пятам, так как только он мог выдумывать самые необыкновенные затеи. Потом учеба в институте, работа в комсомоле, увлечение изобретательством, большая конструкторская и организаторская работа, обычное начало биографии передового советского инженера. Мариам помнила первую встречу Гасанова с ее старшей подругой Саидой, когда они вместе работали в общей исследовательской группе. Многого сейчас не могла понять Мариам. «Что случилось с Саидой?» Искренне с болью в сердце за своих друзей спрашивала она себя и не находила ответа. Неужели Саида настолько увлечена работами Васильева, что больше ничего не видит? Мариам казалось, что такое чрезмерное увлечение вызывает у Ибрагима недовольство вполне естественное в его положении. Он ждет от нее усовершенствованных приборов, которые очень нужны. Саида ему совсем не помогает. Правда, вся автоматика на опытной вышке Гасанова была поставлена Саидой, но это она сделала еще до своей командировки. Мариам помнила, как дружно тогда они работали. «Нет, так нельзя», думала она. «Сейчас как никогда Саида должна поддержать Ибрагима. Неужели она этого не чувствует?» Холодом и влагой пахнула от двери. В комнату заглянул Григорян. «Такого шторма я еще не видел. Надо лодки готовить, пояса надевать». Он прихлопнул дверь и скрылся в темноте. Мариам встревожилась. «Как-то будут вести себя ребята». Сильный порыв ветра распахнул дверь и ударил о дощатую стенку. Мариам бросилась к двери, но закрыть ее не могла. Вырываясь из рук, дверь, как живая в отчаянии, билась о стену. Через порог перекатилась волна. Гасанов бросил чертеж, подскочил к Мариам и, когда справился с дверью, выбежал на мостик. Григориан и моторист проверяли крепление лодок. Стальные трубы вздрагивали при каждом ударе волны. Всем были розданы спасательные круги. «Ребята очень боятся», с тревогой спросил Гасанов, всматриваясь в лицо Григориана. В слабом свете фонаря блестели капли, ползущие по его щекам и подбородку. Мастер медлил с ответом, затем вытер лицо платком и с наигранной веселостью воскликнул. «Чтобы такие ребята пугались, как можно?» И тут же похвалил свои молодые кадры. «Понимаешь, они уже хорошо работают, записи аккуратные, сам смотрел». Электрический фонарь, подвешенный у вышки, казался молочно-белым, призрачным шаром. Он освещал мокрые доски, перевернутые лодки и закрытые брезентовыми чехлами опытные установки. Григорян и моторист спрятались от ветра под вышку. Внизу она была защищена от непогоды. Ребята забрались повыше на стальной переплет и оттуда с любопытством всматривались в темноту. Они ничего не видели, кроме растрепанных волн, блестевших в свете фонаря и крупных тяжелых брызг, падавших на звенящий настил, точно стеклянные орехи. Все остальное скрывала темнота. Резкий толчок потряс всю конструкцию подводной башни. Вышка покачнулась и склонилась к воде. Гасанов выскочил из двери и не дыша в каком-то странном оцепенении остановился на мостике. Невидящими глазами он смотрел на вышку, которая, как на кинокадре, остановилась в момент падения. Втянув голову в плечи, словно ожидая удара, Ибрагим прислушался сейчас, сейчас будет конец. Возметнется вверх, дощатый настил, повиснет над водой и скроется в бушующих волнах. Гасанов вздрогнул, как от болезненного толчка, и широко раскрыл глаза. Сильно наклонившись, вышка застыла в своем падении. Раскачивался призрачный шар фонаря, метались по мокрым доскам черные тени. Вечер стихал, над морем взошла луна, мерцали звезды, усталые волны уже еле-еле поднимались на дощатый островок. Мариам стояла в тени за вышкой, стараясь не выдавать своего присутствия. Она ничем не могла помочь Гасанову. Говорят, что в такие минуты человеку нужно хоть немного побыть одному. Может быть сообщить цейде? Подумала Мариам и хотела сразу же броситься к радиотелефону. Нет-нет, напрасно. Где искать ее? В каких далеких глубинах? Рустамов? Вот кто нужен здесь, решила Мариам. Сейчас же, сию минуту. Она побежала к радиостанции. Дрожащей рукой повернула переключатель. Вспыхнули лампочки, освещающие шкалу. Парторга дома не оказалась. Он только что выехал. Куда? Неизвестно. Мариам как-то сразу поникла и снова вышла на мостик. Скользя по мокрым доскам, к мостику спешил Григорян. Участливо заглядывая Гасанову в лицо, он его успокаивал. Все благополучно, Ибрагим Абасович. Одна стойка поломалась. Какой шторм выдержала. А как ветер стихать стал, вдруг клопнула. Что же с ребятами? Прежде всего спросил Гасанов. Мариам затаила дыхание. Орлы! С нескрываемой гордостью ответил Григорян. Сейчас механизмы крепят, чтобы в воду не скатились. Мариам смотрела на приподнявшийся конец площадки, на вершину наклонившейся сорокаметровой конструкции, где раскачивался от ветра фонарь, и ей стала искренне жаль Гасанова. Она глубоко верила в его талант, в его возможности. Но что же случилось? Где ошибка? Спрашивала себя Мариам и бессознательно сжимала мокрые холодные поручни. Вглядываясь в темные фигуры, она прислушивалась. Гасанов молчал. Что-то будет теперь с его новыми работами, думала она. Неужели никогда ему не удастся построить стометровую конструкцию? Нет, этому поверить нельзя. Ветер почти совсем стих, волны начали отступать, осада кончилась, враги уходили. Как всегда под утро еще ярче заблестели звезды. Мариам распахнула плащ и жадно вдыхала свежий ветер. Он был сухим, насыщенным запахом виноградников и цветов. И может быть впервые за все эти тревожные дни Мариам подумала о том, что глубоко пряталось в тайниках ее сердце, о том, что она скрывала даже от себя. Нет, это были не чертежи и к стыду ее ни горе Стига Санова, ни заботы о друзьях. Нет. Вновь она представила себе шумный праздник на крыше института, спокойный голос, всего лишь несколько обыкновенных фраз. Она думала о том, что все эти слова и каждая из них она помнит, будто заученные, отчетливо и точно. Это непонятно, страшно. Почему слова? Тщетно Мариам пыталась восстановить облик человека, который говорил их, но он сразу исчезал, как отражение на встревоженной воде. Глава одиннадцатая. Двадцать три часа сорок минут. Давно не заходил Агаев в свой кабинет. Несмотря на то, что он был директором научно-исследовательского института, где занимаются только новыми проблемами, связанными с разведкой нефти, его можно было встретить всюду, на промыслах и на море, в различных организациях, так или иначе связанных с его институтом. Директор хорошо знал людей и все то, что они делали. Нередко многие из его друзей удивлялись, как только он успевает обо всем узнать, поговорить с инженерами и рабочими, и главное, всегда безошибочно сделать именно так, как нужно. Но сегодня Агаев чувствовал себя не совсем уверенно, будто не на своем месте. Он бросил портфель и грузно опустился в кресло. Торопливо закурил свою зеленую трубку и часто затягиваясь, заставил себя терпеливо ждать и думать только об одном. директор ждал людей, которых ценил в институте больше всех – Гасанова и Васильева. Правда, Васильев был прикомандирован к институту, но все равно директор считал этого инженера своим, а дело его общим. Странный он человек, какой-то неулыбчивый, думал Агаев, поглядывая на часы. С ними разговаривать неловко, нелюдимый, сидит как отшельник в своем подводном доме и больше его ничто не касается, отказался даже сделать для сотрудников института доклад о своем изобретении, заслался на занятость, будто бы уж нельзя уделить для такого важного дела каких-нибудь два часа. Непонятно, что это. Особая скромность или просто пренебрежение к товарищам. Во всяком случае, трудно разобраться в характере этого приезжего инженера. Надо сегодня попробовать вызвать его на откровенный разговор. Любопытно, как он воспримет идею Рустамова о совместной работе с Гасановым. Но что делать с Ибрагимом в душу не залезешь? Да, видно, ему дорого обошлась авария на вышке. В кабинет просунулась голова секретарши и тут же исчезла за дверью. Вошел Гасанов. Лицо его, несмотря на темный загар, было бледно. Директор указал инженеру на кресло. Тот молча сел и, широко расставив колени, стал рассматривать рисунок ковра. Что-то Васильев запаздывает, сказал Агаев, не выпуская изо рта трубки. Гасанов, не поднимая глаз, спросил. Значит, с сегодняшнего дня вы направляете меня к нему на работу, как... Он помолчал, подыскивая слово, затем махнул рукой. В общем, чего говорить, как чертежника. Нет. С подчеркнутым спокойствием ответил Агаев. Мы решили, что для этой работы нужен по-настоящему талантливый конструктор, каким мы и считаем инженера Гасанова. Ибрагим нервно повел плечами. Агаев разбирал бумаги, что-то записывал в блокнот и незаметно наблюдал за Гасановым. Джафар Олегперович вдруг обратился к нему Гасанов. Он как будто спокойно смотрел на директора, но нельзя было не заметить, как у него от волнения дергались брови. «Я не верю, что подводное основание не выдержало шторма. Понимаете, не верю». «Я тоже», сказал Агаев, не поднимая головы от бумаг. Но, видимо, чего-то мы не учли. Саида могла бы своим локатором посмотреть место поломки, но она еще не возвращалась. Ничего. Я уже послал водолазов. Они все обследуют. Рустамов быстро вошел в кабинет. Салям, Джафар. Сейчас только от Васильева. С самого утра сидел у него. «Поздравь жену Ибрагима», с теплой улыбкой обратился к нему Парторг. У Саиды прекрасно работали аппараты. При первых испытаниях, это редко бывает. Он увидел расстроенное лицо Гасанова и сразу замолк. «Прости, Али, стискивая зубами мундштук, начал директор. Ты ночью ездил по промыслам, и я не мог сообщить тебе. Во время штурма сломалось основание вышки. Рустамов бросил взгляд на Гасанова и, скрывая охватившую его тревогу, проговорил, «Может, мы вовремя приостановили работу над новой конструкцией?» еще раз нужно просмотреть чертежи, что-то здесь не так. Он прошелся по комнате, затем подошел к Гасанову и положил руку на его плечо. Пожалуй, даже хорошо, что не начали строить новую вышку. Гасанов молчал. директор вынул трубку изо рта и с нетерпением ждал, что он скажет. «Понятно», нарушив затянувшееся молчание, проговорил Рустамов. «Я думаю, что сейчас придется восстановить пятидесятиметровое основание и подождать шторма», иронически подсказал Гасанов. «Да, видимо, так». Снова повисла тишина. Рустамов рассеянно ходил по кабинету, иногда поглядывая на Гасанова. «Разрешите, Джеффар Олегперович?» У двери стоял Нури. «Заходи, заходи, пожалуйста», приветствовал его директор. «А что, самый главный подводный житель? Задержался?» «Не может быть. Александр Петрович придет позже», извиняющимся тоном сказал Нури. Подойдя к Нури, Рустамов удивленно пожал плечами. «Ничего не понимаю. Я же был у него». «Но не в этом дело. Его давно ждет Ибрагим Аббасович, чтобы начать работу. Где же сейчас Александр Петрович?» «У себя внизу, дома». «А Александр Петрович, конечно, здоров», добавил Нури, увидев хмурое лицо Рустамова. «Но вы же его знаете, да? Он никогда не выйдет на берег, пока не исправит неполадки. Сейчас у нас авария с электробуром. Разве он может уйти? Не за что в жизни, да? Говорит, передай извинение, что задержался. Очень большое извинение, да?» Его не будет. И обращаясь к Гасанову, добавил, «Вот видишь, Васильев один не справляется. Они просили твоей помощи. Наверное, придется заново переконструировать буровую установку». «И как можно скорее», поддержал Агаев. «Ну, а потом, потом тебя ждут новые работы. Нам утвердили очень большой план, людей не хватает». Гасанов хмуро взглянул на директора. Порторг перехватил этот взгляд. «Я думаю, ты, Брагим, договоришься с Васильевым. Ну, конечно, не все гладко пойдет. Будет о чем поспорить. Ну, как-то у нас говорили старики, не поспоришь, не подружишься. А главное, у вас общие интересы. Как можно не понимать друг друга? Он прошелся по кабинету и остановился перед Гасановым. «Когда ты собираешься посмотреть его установку?» «Помогать надо». Постукивая бронзовым ножом по мраморной доске чернильного прибора, Гасанов, словно его ничего не касалось, прислушивался к легкому мелодичному звону. Чтобы не задерживать товарища Гасанова, Александр Петрович просил передать, как бы только сейчас, вспомнив о самом важном, вдруг заговорил Нурри, просил передать, да, что у него есть чертежи, вполне подходящие буровой установки. В конструкторском бюро нашел. Поэтому он замялся, неловко взмахнул рукой и уже как бы от себя добавил. Поэтому он считает, что может обойтись без помощи Ибрагима Аббасовича, да? Говорит, что Ибрагиму Аббасовичу еще много работы над собственными проектами. «Трогательная великодушие!» Сдержанно улыбнулся Гасанов. «Передайте ему мою благодарность и уверение!» Он не закончил фразу, приподнялся и уронил нож на мрамор. Рустамов вздрогнул и поморщился, как от фальшивой ноты. Нурри тихонько вышел из кабинета. Он почувствовал, что его присутствие становится лишним. В другом крыле здания находилось конструкторское бюро. Мариам бесцельно смотрела на белый переплет окна, на колыхавшиеся от ветра полупрозрачные занавеси, на чертежные столы. Солнечные лучи вычерчивали на бумаге свою немудрую геометрию. Все это было так привычно и знакомо. Над головой скрипнула рама. Мариам подошла к столу, взглянула на тонкие уверенные линии. Это ее последний чертеж. Гасановская вышка. Таким должно быть стометровое основание. Мариам вздохнула и закрыла чертеж чистым листом ватмана. Быстро вошел Нури. Товарищ Керимова, сказал он с подчеркнутой официальностью, это вы делали чертежи электробура? Да, я. Рассеянно ответила Мариам. Что-то вы там натворили, да? Идите на расправу к Александру Петровичу. Какому Александру Петровичу? Удивилась Мариам. Какому? Протянул Нури. Васильева не знаете? Хм, не ожидал. Мариам небрежно передернула плечом. Ну, что ж тут особенного, я многих не знаю. Где его искать? В домике на острове. Только сию минуту, да? Лодка упречала. Проходя мимо зеркала, Мариам невольно остановилась, поправила косы, но как бы спохватившись, сразу помрачнела и быстрым движением откинула их назад. У выхода столкнулась с Гасановым. Скорее, Мариам чертежи, задыхаясь, как от быстрого бега, проговорил он. Вслед за ним возвратился недовольный Нури. Ибрагим Абасович, если можно, не задерживайте Мариам, ее срочно ждет Васильев. Гасанов молча подошел к чертежной доске и, торопливо поддевая ногтями тугие кнопки, начал откалывать чертеж. Мариам растерянно посмотрела на него и нерешительно вышла из комнаты. Ей было неловко и стыдно, будто она оставляла друга в беде. Нет, нет, неправда. Что я могла сказать, думала она, разве нужны Ибрагиму слова утешения? Надо сегодня же поговорить с соедой, чтобы она как-то его успокоила. Но где ее теперь искать? Садясь на скамейку маленького котирка, Мариам была занята этими мыслями и потом всю дорогу, несмотря на веселость Нури, который рассказывал ей что-то смешное, не могла ни о чем думать, кроме вчерашней аварии. Вот уже близок островок. Мариам здесь никогда не была. С непонятным волнением она открыла дверь в лабораторию Васильева. Прежде всего ей бросился в глаза большой макет установки с белыми шарами. Рядом за письменным столом, низко склонившись над бумагами, сидел человек. Быстро откидывая листки блокнота, он писал. Остановившись у входа, Мариам сказала, «Меня вызывал товарищ Васильев». Человек за столом поднял голову. «Я Васильев». «Вы?» Невольно вырвалась у Мариам. Она мгновенно вспыхнула, смутилась. Промелькнули, как в кино, картины веселого праздника в институте. Вновь зазвучали слова, которые она почему-то помнит, как стихи. Помнит она и свои ужасные глупые замечания. Она тогда смеялась над проектом Васильева. Как же она называла его идею? феерия? Трудно было, но Мариам все-таки овладела собой. Мне сказали, что дело касается чертежей электробура. Так значит, это ваша работа? Спокойно и равнодушно спросил инженер, указывая на чертеж. Моя. Садитесь. Нет, нет, вот сюда. Ну, прежде всего, зачем здесь такой запас прочности? Я думаю, это даст возможность увеличить скорость вращения. Уже в тон ему также равнодушно ответила Мариам. Все изложено в моей докладной записке. Здесь Васильев показал на листке бумаги. Мариам узнала выписки из своих расчетов. Да. А вы понимаете, что это значит? строго спросил Васильев. Не догадываюсь, о чем вы говорите, стерженно заметила Мариам. Если этот вариант вам не подходит, я могу переделать. Обязательно, но как вы думаете, если еще несколько усилить основание и заменить вот эти подшипники он указал на чертеж, то можно ли значительно увеличить скорость вращения ротора без перегрузки машины? Именно так. В вашем предложении все это есть. Подумайте, если Мариам сделала протестующий жест. Она словно постепенно представляла себе всю конструкцию, во всех деталях, появляющуюся на чертеже. Если удлинить систему, вслух размышляла она, то можно. С алмазной коронкой еще большая скорость. Впрочем, извините, тут все еще надо пересчитать, проверить. Я прошу понять, как это мне нужно. С легким волнением, сказал Васильев. И не только мне. Если это все осуществится на практике, то время проходки скважины будет исчисляться не днями, а часами. Но не увлекайтесь. Иначе я тоже могу сказать, что ваши предложения фантастика или что вы еще там говорили? Ах, да, феерия. Мариам смущенно опустила голову. Васильев впервые за все время разговора улыбнулся, встал из-за стола и зашагал по комнате. Над чем вы сейчас будете работать? Вдруг неожиданно спросил он, останавливаясь возле Мариам. Заканчивать некоторые узлы в стометровой конструкции Гасанова. Как бы подчеркивая свой особый интерес к этому важному объекту, ответила она. Ах, да, 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 отрывисто подтвердил Васильев. У него смелые решения. Не хочу вас отрывать от этого большого дела. Я слышал от Порторга, что Гасанов согласился мне помочь. Теперь его помощь не нужна. Вы подсказали новое направление. Перед тем, как докладывать директору, я хотел в этом окончательно убедиться. Жаль, жаль, что вы заняты. Мы бы сделали очень скоро все изменения в конструкции. Мариам не знала, что ему ответить. Как никогда хотелось заняться любимым делом. Среди множества конструкторских задач ее больше всего интересовало усовершенствование электробура. С этой работой она была связана давно, гораздо раньше, чем с новыми изобретениями Гасанова. Мариам не могла представить себе, что ее скромное предложение по увеличению прочности основания бура вдруг подскажет такому инженеру, как Васильев, что-то новое в направлении его дальнейших работ. А как бы хотелось довести свое маленькое дело до конца, не на чертеже, а в опытной конструкции увидеть новый скоростной бур, потрогать его руками и, может быть, даже присутствовать на первых испытаниях. Обо всем этом думала Мариам и колебалась с ответом. Ей нужно было сказать, что выполнение чертежей новой стометровой конструкции Гасанова по решению дирекции откладывается, что сейчас чуть ли не весь институт будет занят работами Васильева, и она в том числе. Но это казалось Мариам чем-то нечестным в отношении Ибрагима. Она не может бросить работу над его конструкцией, конечно, если не прикажет директор. Васильев не замечал Мариам. Рассматривая чертеж, он скользил по нему карандашом и, может быть, совсем позабыл о молодом конструкторе. Новое, еще не испытанное ею чувство, желание сделать что-то очень хорошее и нужное для этого непонятного и в то же время почему-то близкого ей человека, заставило Мариам принятие решения. Я сделаю в свободное время все изменения и все, что нужно в чертежах. С трудом, словно выдавливая из себя слова, сказала Мариам. Благодарно взглянув на нее, инженер снова наклонился над доской. Когда я получил ваши чертежи, задумчиво постукивая карандашом, говорил Васильев, то сразу почувствовал, что где-то здесь кроется истина. Вы же конструктор. Вы знаете, как иногда малейший намек подсказывает именно то единственно правильное решение задачи, над которым часто сидишь многие месяцы. Если нужно, я могу очень скоро закончить эту работу, опустив голову, проговорила Мариам. Мне кажется, в группе Гасанова сейчас задерживается проектирование. Почему? Это мое предположение, неохотно ответила Мариам, собирая свои записи. Бывают всякие ошибки, неудачи. Александр Петрович, вас ждет директор, сказал Нури, входя в лабораторию. Ну, мне можно идти, торопливо спросил Мариам. Васильев ее не слышал, застывшим взглядом, смотря на исписанный лист бумаги. Ошибки, неудачи, как бы про себя повторил он. Мариам бесшумно проскользнула в дверь. Он встряхнул головой и подошел к макету кассеты с шарами. Работа такая, Нури. Эта маленькая девушка конструктор. Сколько раз за свою недолгую жизнь она встречалась с ошибками и неудачами. Вот и у нас с цистернами ничего не получилось. Огни плохо видны, иногда совсем гаснут. Может еще раз попробуем? Неуверенно спросил Нури. Трудно искать шары. Васильев продолжал размышлять вслух. В тот вечер, когда лодка с ребятами проскользнула мимо нашего сторожевого катера, шар долго не находили. Если море неспокойно, их совсем не соберешь. Будем еще раз проверять, да? Снова сказал Нури. Нет. Наши шары совсем не годятся. Мы делаем уже четвертую попытку. Ошибка, Нури, ошибка это, а не только неудача. Обеими руками взявшись за голову, Васильев медленно скользнул ладонями по сидеющим волосам, словно хотел этим движением освободиться от тяжелых мыслей. Подойдя к столу, он нажал рычажок селектора. Я слушаю, ответил женский голос. Говорит Васильев. Он наклонился к микрофону. У директора кто-нибудь есть? Да. Гасанов с чертежами. Васильев поблагодарил секретаршу и выключил аппарат. Ну что ж, немного подождем, сказал инженер, снова смотря на кассету с маленькими белыми шариками. А впрочем, нет. Он закрыл ее чехлом. Пройдемся около берега Нури. Давно я не видел город с моря. Нури обрадованно побежал к лодке. Васильев неспеша шел за ним. Умница. Неожиданно подумал он о морям. Вот бы мне такую помощницу. Как это она здорово решила вопрос с увеличением скорости. С тайной тревогой Нури наблюдал за Васильевым. Хотел смотреть на берег, а сам опять о чем-то думает. Всю дорогу инженер молчал, лишь изредка окидывал взглядом освещенные заходящим солнцем оранжево-лиловые виноградники. Возле песчаной косы Нури встретил лодку со своими друзьями. Наши, Александр Петрович, сказал он, указывая на плавучую лабораторию. Подшефные. Чьи? не расслышал инженер. Керимовой Мариам, пояснил Нури. Мариам? растеянно переспросил Васильев. Хотите посмотреть? Оживился Нури и тут же крикнул. Эй, там, на глиссере, давай сюда! Почему нельзя, чтобы маленький электромотор двигал лодку? Рассказывал юный конструктор. Он вздохнул и робко спросил. Это только первая модель тихоходная. Что-нибудь у нас выйдет, товарищ Васильев? Как вы считаете? Правильно рассуждаем мы? Очень интересно, ребята. Наконец сказал инженер. Без шуток правду вам говорю. И мысли, как видно, правильные дела. Но еще много будет ошибок и неудач. Только бояться их не нужно. Правда, Нури? Обратился он к своему юному помощнику. А вот у меня опыта, как говорится, немного побольше вашего, а без неудач тоже не обходится. Как у всех, вздохнув, подтвердил огорченный конструктор. Вчера во время шторма у Гасанова вышка сломалась. Мы ведь там работали. Погодите, ребята, вы не вспомните, когда это случилось? Сейчас, сейчас посмотрим. Мы там уже начали вести лабораторный журнал. Вынув из кармана тетрадь, он не спеша открыл ее на первой странице и опять с сожалением вздохнул. В двадцать три часа сорок минут. Васильев быстро взял тетрадь. Так, поговорим как-нибудь в другой раз. Нури, скорее на остров. Зарычал мотор. Ребята в недоумении смотрели на удаляющуюся лодку. Нури, позови Саиду с журналом испытаний, приказал Васильев. Двадцать три часа сорок минут, двадцать три часа сорок минут, двадцать три часа, повторял он про себя. Нет, нет, это невозможно. Что случилось, Александр Петрович? Спросила Саида, входя в лабораторию. Посмотрите, когда мы почувствовали толчок. Вы помните? Шли по приборам. Время записано? Саида смотрела на него непонимающими глазами. Ну, что, когда? Нетерпеливо переспросил инженер. Она пробежала глазами страницу. Двадцать три часа сорок минут.